Добро пожаловать, это Василий! Сегодня я расскажу вам еще об одном инструменте визуального контроля, то есть о цифровых микроскопах, а именно о двух мощных установках для проверки SMD и в частности BGA компонентов. Встречайте наших героев, Optilia BGA и Inspektis BGA. Основа этих устройств это небольшая видеоголовка с маленьким объективом и разъемом для различных насадок. Именно насадок, так как полноценными объективами их довольно сложно назвать, в них нет ни автофокусировки, ни трансфокатора. Но все равно это поистине чудесные изделия, так как они миниатюрные, точные, красивые и как-никак выдают приемлемую картинку на такой небольшой видеоголовке. По сути, головка это веб-камера с интерфейсом USB. Но от вебки они отличаются тем, что они в промышленном корпусе с надежными кабелями и специальными креплениями и разъемами для тех самых объективов. Плюсом ко всему изображение с головки обрабатывает специальная программа. О ней я уже рассказывал мельком в видео про большой цифровой видеомикроскоп. Эта программа корректирует изображение так, чтобы снизить искажения. Она может записывать видео и фото на ваш компьютер. И она может также после калибровок померить различные объекты бесконтактно прямо на экране. И сохранить результаты, естественно, она тоже может, причем в удобном читаемом виде. Работают программы под Windows на обычном персональном компьютере или ноутбуке. Но я настоятельно рекомендую использовать более-менее современный компьютер и монитор 4К. Все-таки нужно обрабатывать видео и нужно работать с картинкой высокого разрешения. Оба видеомикроскопа умеют смотреть на плату просто сверху, как обычный микроскоп. Тогда можно не просто посмотреть плату и отдельные дефекты, всякие мелкие объекты. Тоже можно отлично разглядеть. Например, какие-то детали из металла или что-нибудь такое микроскопическое. Их можно померить, если это возможно, и сделать скриншоты. А потом делайте с этими картинками все, что хотите, как с обычными изображениями. Храните, вставляйте в документы, посылайте по почте. Никаких специальных форматов и проблем с открыванием файла на другом компьютере. Программы умеют многое, об этом можно сделать отдельное видео на час. Я не буду все рассказывать, так что оставлю ссылки в описании. И, конечно, приходите к нам в гости. Мы покажем, как это все работает. И сами попробуйте вживую, собственными руками и собственными глазами. Ну и главная фишка наших комплектов – это головки бокового зрения. Сумасшедшие штуковины. На конце уголовки малюсенькие призмы размером меньше миллиметра, которые отражают картинку на 90 градусов. Центральная призма направляет изображение объекта дальше в объектив, а две боковые, наоборот, направляют свет от довольно мощных светодиодов на объект. И еще перед этим свет проходит по специальным световодам. Эти штуковины выглядят, как из фильмов фантастики, ей-богу. После призмы свет попадает на объектив с переменным фокусным расстоянием. Так что вы можете поставить головку на разном расстоянии, а потом навести на нее фокус. Но главная фишка – это регулировки в другом. Смотрите дальше, и сейчас я вам все покажу. Меняя фокусное расстояние, можно заглянуть вдоль всего ряда шариков. Вот смотрите, на второй, на третий, на четвертый перемещаюсь. Вы их не увидите, эти шарики, целиком, но их края, остатки флюса, какие-то дефекты, которые мы здесь нашли, здесь, в принципе, можно разглядеть. Вот вам технические характеристики обеих видеоголовок. Как видите, в цифрах никакой разницы нет, но «Аптилия» была выпущена уже очень давно. Наш комплект уже больше шести лет у нас находится, а «Инспектис» совсем свежий. Его произвели в 2024 году, и разница между ними колоссальная. Как вы уже видите сами, первое, что бросается в глаза – это штативы. На «Инспектисе» штатив монументальный, тяжелый, с поворотным креплением к головке, она может поворачиваться на 90 градусов. У «Аптилии» все компактное, что может быть и хорошо, но мне почему-то доверие не внушает. У «Аптилии» и «Инспектиса» по-разному сделаны головки попокового и прямого зрения. Они устроены одинаково, но разница в качестве. В «Инспектисе» все крепче, толще, современнее и надежнее. И в этом есть смысл. Призмочки головки довольно сложно разбить, несмотря на то, что они такие маленькие. Но всегда это получается, когда теряешь бодительность. Например, можно уронить головку на хлату, она с первого раза не разобьется, но однажды вам может не повезти. А у «Инспектиса» все сделано намного крепче. И «Инспектис» в целом более продуман. Все рукояточки, все органы управления, рычаги, регулировки, вот они. Они сделаны гораздо удобнее. В «Аптилии» из-за миниатюрности мои пальцы-сосиски могут испытывать затруднения, а в «Инспектисе», конечно, таких проблем нет. И детали. Переходим к качеству изображения. По спецификации, как вы видели, никакой разницы нет. Оба микроскопа выдают картинку где-то 2500 на 2000 примерно. Но посмотрите, я выбрал на самом деле две одинаковые микросхемы с одинаковыми шариками. И «Инспектис» показывает лучше «Аптилии». Все благодаря новому железу головки и обработке изображения в самой программе. Просто посмотрите вживую. Я сейчас постараюсь записать видео прямо из самих программ. Мало того, частота кадров «Аптилии» сильно ниже, чем у «Инспектиса». Видите, как это все медленно происходит. И еще и вся картинка мыльная. И несмотря на то, что я поставил самое низкое разрешение, все равно не получается добиться высокой частоты кадров. А на «Инспектисе» она гораздо выше. Она до 30 кадров в секунду. Вот, можете глянуть, как это выглядит. И если очень сильно надо, то под таким микроскопом можно даже что-то делать в реальном времени. В общем, работать можно, а под «Аптилии» так не получится. Итого. Как бы ни говорили, что в оборудовании для пайки застой, в цифровых микроскопах такого точно нет. Вы сами видите, что такие установки уже 10-15 лет назад могли заменить рентген, а современный видеомикроскоп лично меня поражает качеством картинки и его возможностями. «Аптилия» и «Инспектис» «БГА» — два надежных союзника в борьбе за качество и контроль в мире электроники. Продолжайте исследовать и выбирайте «Мудро», хотя здесь выбор очевиден. С вами был Василий. Спасибо, что посмотрели. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok